Последние выходные мая празднует свой день рождения, самый лучший город на Земле. С днём рождения, любимый Киев. Дмитрий, за что вы любите Киев? За то, что я здесь родился, за то, что я здесь живу, за то, что это прекрасный город, прекрасный. По архитектуре, по ауре, по людям, которые в нём живут. Ну, он вечный город. Я считаю, вечный город. Я очень люблю Киев. Я всех приглашаю по достоинству оценить этот прекрасный город. Конечно, после войны это будет сделать намного и проще, и впечатления будут намного ярче. Всё-таки война накладывает отпечаток, куда деваться. Но, тем не менее, это прекрасный город. Самое любимое и самое нелюбимое место в Киеве? Самое любимое, я думаю, район Ярослава Вала, Золотых Ворот, Софиевская площадь, Михайловская площадь. Вот, думаю, вот этот уголок старого Киева. Вот, но я люблю и многие другие уголки Киева. Вы знаете, да, ну, пейзажная аллея, конечно, я там периодически гуляю со своими героями. Это потрясающе просто. Ну, самый нелюбимый, наверное, простите меня, жители Троещины, но архитектурно она, конечно, пострадала в советское время от советской панельной безликой архитектуры. Это не относится к жителям Троещины, это относится только к архитектуре Троещины. Я, как человек, который вырос на Троещине, хочу сказать слово в защиту. Простите меня, Владимир Владимирович. Так, друзья, сегодня еще есть другие даты, о них мы поговорим позже. И 10 лет назад, ровно в этот день, прекратил свою работу красавец Донецкий аэропорт. На день раньше, 10 лет назад, в первом туре президентских выборов президент Порошенко, тогда еще просто Петр Алексеевич, значит, победил. В Грузии отмечают сегодня День независимости, но об этом сегодня позже. Еще один украинский замечательный город, о нем я хочу сейчас поговорить, он истекает кровью, и уже не первый день, к сожалению, конечно же, это Харьков. Вчера россияне четырежды наносили атаки по Харькову, и эпицентр, огромный гиперторговый центр строительный, и по центру города, и президент Украины сегодня в Харькове, вот что он говорит. Я сейчас в Харькове, это город на востоке Украины, и, к сожалению, очень близко к границе России. Что это означает для Харькова? Третий год постоянного террора, более миллиона человек в этом городе, и каждую ночь ежедневно российская армия обстреливает город. Больше всего ракеты МС-300, это ракеты для противовоздушной обороны, которые используются в России для террора на земле. Нет сейчас в Харькове ни одного района города, ни одной улицы, которые не пострадали бы от этого постоянного издевательства. Теперь Россия добавила удары управляемыми авиабомбами. Я считаю, что поездка президента в Харьков – это очень сильный и правильный поступок, в отличие от Путина, у которого области затапливаются водой. У него Подмосковье замерзает зимой, а он продолжает сидеть в бункере. Зеленский с людьми, которым плохо, которым тяжело, которым нужна помощь, ну и он там, где по четыре прилета в день, и это такой серьезный, мне кажется, поступок настоящего президента, который со своим народом. Зеленский молодец, он периодически выезжает на линию фронта, и то, что он приехал в Харьков, он там недавно был еще, и снова приехал, это большой плюс, конечно, это мотивирующие поступки. Что касается Путина, что о нем говорит чмо? Преступник, негодяй, подонок. Ну, от этих моих слов он, к сожалению, не умрет раньше времени, и ничего с ним не происходит от слов. Просто от слов надо переходить к делу тем, кто может это сделать, сделать это дело. Вот, вы знаете, когда видишь варварские обстрелы прекрасного Харькова, я очень люблю Харьков, кстати, очень люблю, у меня с Харьковом связано много всего в жизни. Я часто очень бывал в этом замечательном городе, и то, как его сделали при мэре Кернесе, конечно, заслуживает уважения для всех украинских городов. Красивейший город стал. Он был такой серо-советский, знаете, такой рабочий, студенческий, интеллектуальный город, но запущенный. И, конечно, при Кернесе его сделали замечательно. То, что происходит с Харьковом, конечно, надо заканчивать с этими интеллигентскими соплями Запада, когда Запад говорит, не бейте по территории России. Ну, как же не бить по территории России, когда она сама напрашивается территория России, чтобы по ней били? Ну, как после таких ударов по Харькову, по другим нашим городам можно равнодушно за всем наблюдать? Я уверен, и уверенность моя основана не просто на каком-то, знаете, нет. Уверенность моя основана на том, что я знаю, я уверен, что в самое ближайшее время Запад даст добро на нанесение ударов по территории России, американским и другим западным оружиям. И, конечно, это существенно облегчит жизнь Харькова, потому что в таком случае, в случае разрешения Запада на применение западного оружия, мы сможем бить по логистике, по военным базам, складам, по скоплению живой силы и техники на территории России. Это значит, что мы создадим санитарную зону, за которую русские не будут просто переходить, чтобы не бить по Харькову. Я считаю, что это все решится в ближайшее время. Плод уже созрел, нужно его сорвать. Чуть расширю эту тему. Генеральный секретарь НАТО Йенс Толтенберг призвал союзников НАТО, которые поставляют оружие Украине, отменить запрет на его использование для поражения военных объектов в России. Цитата. Пришло время для союзников рассмотреть вопрос о том, не стоит ли им снять некоторые ограничения, которые они наложили на использование оружия, которое они предоставили Украине. Особенно сейчас, когда значительная часть боевых действий происходит в Харькове, недалеко от границы. Отказ Украине в возможности использовать это оружие против законных военных целей на российской территории очень затрудняет ее самозащиту. Конец цитаты. Дмитрий, мне кажется, тут важно еще акцентировать внимание, вот почему про Харьков говорит Столтенберг. Потому что если вот у нас другой фронт, например, да, это юг или восток, то вот скопление российских сил находится на территории оккупированной Украины, и тогда западным оружием мы можем наносить удары вот по этим скоплениям. Но когда атакуется Харьков с севера и скопление находится на территории Российской Федерации, мы, получается, не можем наносить туда удары западным оружием, что, ну, значительно усложняет нам защиту города. И поэтому об этом говорит Столтенберг, настаивает на том, что нужно разрешить Украине бить. И это здорово, что таких голосов становится все больше и больше. Да, я вам скажу больше. Насколько я понимаю, при правильном применении западного оружия мы сможем войти на территорию России, на территорию Белгородской области для создания санитарной зоны, чтобы обезопасить Харьков от ударов вражеской артиллерии и вражеских ракет. Да, зайти на территорию Белгородской области, а что тут такого? Они же зашли на нашу территорию, не постеснялись, и мы стесняться не будем. Ну, а вот пока речь идет о том, что российские войска собирают еще новую группировку в 90 километрах от Харькова, об этом сказал президент Зеленский. Значит, в 90 километрах отсюда, на северо-запад, у нашей границы собирается еще одна группировка войск. Тот, кто все это делает, не хочет мира, сказал президент Зеленский. Одна из версий, Дмитрий, недавно на днях слышал ее, это о том, что Харьков и Харьковская область атакуют россияне для того, чтобы воспользоваться потом якобы как для размена, что ли. Поскольку Херсонскую, Запорожскую область, она внесена в Конституцию, и с этим, значит, Путин тут жонглировать не хочет, а вот, мол, он атакует с Харькова для того, чтобы потом, а хотите, вот, значит, мы отойдем с этого направления, и это будет как бы один из каких-то пунктов, каких-то договоренностей, якобы. Я совершенно убежден, что это действительно так, вы совершенно точно все говорите. Суть в том, что переговоры, о которых так много сказано, они все равно состоятся, и я считаю, что они состоятся в этом году. Я вообще считаю, я подтверждаю свою точку зрения, что война в этом году закончится, потому что охамевшее, обборзевшее, это кодло русское, оно уже всем изрядно осточертело. И больше терпеть это хамство никто не намерен. Я имею в виду цивилизованный мир. Поэтому я убежден, что закончится переговорами, и, естественно, перед этими переговорами, а я прогнозирую, что они могут состояться осенью, а может и в конце лета, не знаю, как пойдет. Тут зависит много от усилий Запада и от экономической политики Запада. Потому что проще простого, как обрушить вообще государство экономически, чтобы у них не было денег на войну. Вот чтобы думали о том, как жрать, обеспечить своим тупым гражданам. Поэтому, если мы увидим реальные шаги, а мы их начинаем видеть уже последние месяцы, это вторичные санкции против тех, кто торгует с Россией, против банков, которые обслуживают движение денег по счетам. И банки, конечно, прекращают обслуживать Россию, потому что себе дороже. Иначе они не смогут проводить расчеты в долларах. А это, о, какой удар! Кому это надо? Значит, реальные санкции, плюс потолок цен на нефть надо вводить, и плюс много еще есть факторов в рукаве у Запада, благодаря которым Россия финансово, экономически просто пойдет под воду. Ей будет не до войны. Значит, теперь возвращаясь к переговорам. Любая война всегда заканчивается переговорами. Мы это понимаем. Почему сейчас Украина не идет на переговоры? Потому что у нас позиция невыигрышная. Нам нужна выигрышная позиция, с которой можно эти переговоры вести. Я думаю, что в ближайшие 2-3 месяца, с учетом подхода западного вооружения, с учетом целого ряда сюрпризов, которые мы приготовили для России, с учетом ударов по российской территории, с учетом ударов по Крыму, массированных, мощных, однозначных сюрпризами и так далее, мы подойдем к переговорам в хорошей позиции. Россия будет очень податливой. Ну и, конечно, они пытаются как можно больше за эти 2-3 месяца взять, для того, чтобы можно было действительно торговаться с позиции того, у кого много есть козырей в колоде. Наша задача не позволить им взять и разрушать их и изнутри, и снаружи, как можно более точечно и конкретно, и четко. Ну вот смотрите, сегодня у нас 26 мая, к концу июля к середине августа мы увидим совершенно другую, хорошую для нас картинку. Субтитры создавал DimaTorzok